Комплекс 36-й Орловской хлебной базы готовят к продажам. Наценщик рассчитал рыночную стоимость имущества предприятия. Подробности знает экономический обозреватель первообластного Анастасия Гришина. Настя, привет. Так во сколько же объект обойдется потенциальному покупателю? Олег, привет. Имущество продается так, как компания Орловская хлебная база находится в процессе банкротства. Недвижимое имущество организации оценено почти в 315 миллионов рублей. К продаже конкурсные управляющие готовят здания и земельные участки 36-й Орловской хлебной базы. В списке 55 наименований. Практически все объекты находятся в Орле в переулке с Клодском. Отмечу, что продавать имущество компании собираются на торгах. Завод «Сверсталь» в Орле планирует расширить. Выпускать намерены крепежные изделия и полуфабрикаты. Сейчас компания прорабатывает проект по развитию предприятия. В рамках модернизации планируется расширение парковолочильного оборудования термических мощностей для обработки крепежей. Запустят новое оборудование ориентировочно в январе 2022 года. Орловским предпринимателям предлагают освоить дизайн мышления. Центр «Мой бизнес» запустил новый образовательный проект. Участники смогут проработать свои реальные проекты с наставниками программы, среди которых основатель компании технологии развития Сергей Ситников. Обучение будет проводиться в режиме онлайн по 8 часов в течение 6 дней. Старт 8 октября. Орловское отделение ЦБ подсчитало, во сколько обойдется совет до любовь молодым. Специалисты банка провели исследование и узнали, сколько потратят орловчане на свадьбу. В итоге результат не очень оптимистичный. Практически все праздничные атрибуты подорожали. Больше всего в цене выросли кольца, причем почти на 20%. Затратными оказались и сборы невесты. Шить свадебное платье орловским девушкам обойдется несколько дороже, чем в прошлом году. Ткани выросли в цене незначительно, всего на 0,3%, а вот работа портного подорожала на 2,9%. Также подскочил прайс на услуги парикмахера и мастеров ногтевого сервиса. Что касается букета и ужина в орловском ресторане на одну персону, то здесь цены выросли относительно в равных пропорциях, чего нельзя сказать о торте. Если говорить про мужской перекид, по сравнению с августом прошлого года подорожал он совсем немного.